Садовое кольцо, 2 часа ночи, улица Земляной вал. Возле 42-го дома, несмотря на крепкий мороз, у дороги стоит девушка. Она садится в первую же остановившуюся иномарку. К слову, в ней на водительском месте находится оперативный сотрудник и договаривается с ним об интимной услуге. Весь разговор записывается. В салоне иномарки установлен микрофон. За переговорами следят полицейские из машины, стоящие неподалеку. На зоне населения? Сторговались на тысячи. Включение аварийных фонарей – сигнал для оперативников, что контрольная закупка состоялась. При виде полицейских ночная фея тут же забывает русский язык, представляется кубинкой, а новый знакомый становится ей другом. Ты ищешь работу в Москве? Нет, я приехала только на выходные, не на работу. Я вот говорила с моим другом в машине. Для установления личности девушку попросили проехать в отдел полиции по Таганскому району. Оказалось, что у нее при себе нет никаких документов. Тем временем оперативники направились по следующему адресу. Очередную жрицу любви они нашли на Волгоградском проспекте. Как выяснилось, ее услуга обошлась бы оперативнику также в тысячу рублей. Что вам надо? Мы хотим с вами познакомиться. Мне надо познакомиться. Почему? А что вы делали на дороге? Расскажите нам. Вот подъехала машина. Вы что-нибудь предложили мужчине? По словам этой особы, древнейшей профессией она занялась совсем недавно. Нужда заставила. Семьей и детьми пока не обзавелась. А потому, считает, может рисковать и здоровьем, и даже жизнью. Подожди, а ты про сексуальное рабство что-нибудь слышала? По телевизору. По телевизору только? То есть тебе не кто-то своих знакомых коллег не рассказывал. По результатам мероприятий сотрудникам московской полиции составлено два материала о административных правонарушениях по статье 6.11 Кодекса административных правонарушений занятия проституцией. Остаток ночи этой девушки предстоит провести в отделе полиции по району Печатники. Продолжение следует.